Всем привет! Поговорим на тему выбор парфюма как предлог понравиться. Если кому-то интересно будет, оставайтесь слушать. В принципе, недолго будет вся эта канитель. Выбор парфюма как предлог понравиться это в том плане, что когда ты выбираешь парфюм не по своим критериям, а по тем, чтобы сделать кому-то приятным. В основном это происходит, когда жена с мужем ходят по парфюмерному магазину и выбирают друг друга, там обнюхивая, а это нравится, а это нравится, а вот послушай, понюхай это и то. С чем это связано? С тем, что считается, по идее считается, что парфюмерия создана для эгоистов. Парфюмерия это то, что нравится должно вам, а не тому человеку, который рядом с вами. С другой стороны, это имеет противоречие, что парфюмерия как одежда для кожи, и ее шлейф это то видение, что видишь ты сам, хотя ты сам шлейфа не можешь услышать. Ну, это в других, может быть, видео будет насчет шлейфовости. Это можно услышать, учуять, понять. И как бы ситуация не складывалась, парфюмы мы выбираем в качестве, вот я лично выбираю для себя. Когда мне дарили парфюмы, это был подарок от мамы и был подарок от сестры. И все, в принципе, если когда-то либо на работе, было это в 2002 году, в 2000 году, там получалась такая ситуация, что дарили обычный дезодорант. Ну, что им подарить? Кроме того, что и запах приятный, и запаха-то и нет. Вот, поэтому про первый парфюм это был, мне было 7 лет. В первый класс я пошел, мама мне презентовала детский одеколом «Гвоздика». На тот момент это был для меня вау. Вот повод понравиться исчерпал в то время все, что можно было бы вообще придумать. Но, зная ароматы мамы, которые использовала Шанель Коко, на них я, грубо говоря, и вырос, Красная Москва, они в той или иной мере, они подстегивали меня на то, что я, вот мне мама нравится в этих ароматах. Или же я себя, как сказать, себя уверял в том, что эти ароматы нравятся, что их носит моя мама. Или мне моя мама нравится в этих ароматах. Вот здесь вот сложный подтекст. Поэтому, когда мы выбираем аромат, мы его выбираем для себя. Когда мы выбираем для кого-то, то смысл носить это все. Ну, например, тебе скажут, вот тебе, вот мне не нравится твоя прическа. С какого перепугу она должна тебе нравиться или не нравиться? Кто должен делать комплименты по тому или иному фейсу, хайру, одежде твоей? Что, о, как здорово она на тебе сидит. Да пофигу, как она, как ты думаешь, как она сидит. Вот сидит она так, как тебе хочется для этого. Поэтому степень вот этого баланса между нравиться твоему спутнику или же нравиться тебе должно совладать, как бы, или должно быть тождество между и тем и тем, или же все-таки вообще ничего, вообще ничего носить. Причем в данном случае, во втором случае ничего не носят, частенько это происходит. Другое дело, когда тебе дарят парфюм и ты считаешь, когда ты его носишь, да, на себя наносишь, то этот человек, который слышит тебя в этом парфюме, как бы, предполагает, что ты вот, вот, ты идешь, грубо говоря, на поводу. Ну, я не хочу, конечно, обижать никого, но я считаю именно так. С другой стороны, иногда попадаешь, 10 из 10 там, выходит у тебя, блин, вот понравился, вот попали в точку, грубо говоря. Ну, а с другой стороны, если тебе аромат, ну, вроде бы нравится, и как бы ты вот начинаешь вот это вот все, выкаблучиваться, да, выеживаться, говорить, что вот, я не таскаю, потому что то-то, то-то, вот, я его берегу и так далее. Такие вот манипуляции. Ну, думать о том, что тебе не нравится парфюм, лишь только потому, что он, как бы тебе, как бы, подарили тебе его, да, и ты его не носишь, это говорит о том, что у тебя есть выбор, то есть, это говорит о том, что ты эгоист. Я сейчас это, в принципе, видео делаю для мужчин, как бы не для женщин все-таки. С женской психологией там посложнее немножко будет. Попроще будет с мужской, потому что легче. Мне об этом легче говорить. Как бы ты не хотел нравиться другим, нравиться в том или ином парфюме, ты все равно будешь однотипным. В том плане, что если у тебя в коллекции находится всего один, два или три парфюма, это, как говорится, твои проблемы. Не хочешь ты этого делать? Ну, вот, есть такие люди, которые, то есть, в том плане, не хочешь делать, не хочешь дальше развиваться. Так, минуту. В общем, если ты решил для себя что-то изменить и приобретать сам лично за свои собственные деньги или на деньги своей жены, причем в последнем случае очень было бы интересно посмотреть, а ну-ка, дай мне денег на парфюмы. Примерно именно таким вот образом. Вот, просто интересная ситуация, когда это будет происходить, как это будет происходить. Ну, есть у тебя деньги, ну не потратишь ты на это певчанское, потратишь на парфюм хороший, интересный. Вдали от жены, вообще, там, жена в командировке и деньги зарабатывает, там, трудится, вся в делах. Вот, пожалуйста, выбери себе что-нибудь, то, что тебе нравится. Не то, что тебе рекомендуют консультанты, а вот пришел, просто никого не слушаешь, затестил, ушел, просто убежал из магазина. Нравится, нравится, цепляет, здорово. Приобретай. Можно приобрести, конечно, сначала небольшой объем, а потом уже начинать с более больших. Ну, кому как, конечно. Так вот, далеко не уходя от этой темы, парфюм, как предлог, понравится. Многие используют его. Почему я частенько вижу на мужчинах, вот, ощущая, что вот парфюм явно подарили, блин. Вот, явно подарили. Жена сидит рядом, такая же, вот, приятная. От нее, кстати, больше пахнет косметическо-уходовой частью данного парфюма. А вот от него именно вот прям язвительно-древесный пряный аромат. Вот, явно она ему выбирала. Подходит ли он ему или нет, ну, это, в принципе, не мое дело. Я могу только сказать одно, что выбор парфюма, да, это выбор той песни, которая звучит на протяжении определенного дня. И каждый ее воспринимает по-разному. Каждый ее воспринимает по-разному лишь потому, что у всех вся психология человеческая, вот, взять, например, миллионный город, они у них, у всех почти разные. Ну, с миллионами я не встречался, с каждым, но каждый не будет использовать парфюмерию как предлог, чтобы понравиться. Есть ситуация, в которой говорится, далеко там в психологии, где индивидуум имеет возможность понравиться лишь только в том случае, если он чувствует себя и ощущает свободу. Парфюмерия, парфюмерия, она может тебя сковать. Например, тебе кто-нибудь скажет, фу, как воняет, чем это воняет, чем это, бля, воняет. Вот, и воняет это тем, что ты выбрал, не, вот, выбрал, да, вот оно тебе понравилось, вот ты вот все, ты прям плачешь, ревешь, оно нравится, как на тебе сидит, все, тебе нравится. А ему, другому человеку, она просто-напросто нафиг, он не переносит это. Он, может быть, не переносит на дух тебя самого, он, может быть, не переносит на дух твои поступки. И в этом плане тут такие, знаете, загогулины выходят, что он воняет, чем-то набрызгался, опять ты надушился, и вот такие ситуации, инсинуации выходят, как бы, не в лучшую сторону. Поэтому, можно проще сказать, как бы, не твоего ума дело, все. А в итоге получается, что, когда ты используешь парфюмерию, как предлог понравиться, здесь уже сложность. В чем заключается сложность? Первое, когда ты выбрал, зная, что этот парфюм кому-то нравится. Второе, когда ты выбрал, и этот парфюм понравился. И вот все, и каждый день, через день, через два тебе делаю комплимент. О, опять ты в этом парфюме, как здорово, он звучит, как же он прекрасно. Да пошла ты нафиг уже, надоело уже. Сколько можно об этом говорить? Меня реально раздражают люди, которые реально, то ли кукушка у них просвистывает очень сильно, что говорят, о, как ты хорош в этом парфюме. А у меня такое впечатление складывается, что они просто язвят. И я ставлю людей на место, тут и такая, и так далее. Но говорить о том, что ты приобрел парфюм, никогда не надо, что приобрел парфюм сам, или тебе посоветовали, или тебе купила жена, или подруга, или дочь. Минутку. Никогда не говорите, так и скажите, что этот парфюм у меня был с детства. Все. Не вдаваться в подробности, потому что такие люди, вот я говорю об язвительных таких людях, которые делают каждый день комплименты. Ох ты, как пахнешь, ох как здорово. Это какой-то подтекст безнравственности человека. Спрашивает, зачем ты говоришь об этом, да? То есть тебе что-то не нравится в этом парфюме, поэтому ты делаешь мне такой комплимент. Антихайповый. Хейтовый какой-то даже. И в данном подтексте нельзя использовать, что ты пользуешься парфюмом исключительно для этого человека. Сделать нужно по-другому. Нужно исправиться. То есть есть парфюмерные магазины, где ты можешь подойти и затестить, например, какой-нибудь вонючий парфюм, который тебе полностью не нравится, который полное противоположное. И увидеть у этого человека ту реакцию, на которую, ну, или ты настроился, или с течением обстоятельств случилось оное. Данный, вот, например, парфюм от Колдуна, точнее, от Браккард Колдун, так поставим, да, посмотрим. Вот. Он все же имеет такой подтекст, что всем нравится, всем интересен. Но в него вложена какая-то индивидуальность. Простые, за простые деньги куплено, есть индивидуальность. Если тебе делают комплимент по поводу того, что парфюм нравится им действительно, и они уже интересуются, где ты приобрел, за сколько, как можно, то есть у человека появляется интерес. Конечно же, впервые у человека не появится интерес к твоему парфюму. Он просто будет говорить всегда, что вот, здорово, как звучит, как это пахнет, и так далее. Мужчинам-мужчине обычно комплименты такие вот-вот ярые мне делают. Просто приятно, да. Я иногда могу спросить, что это за бренд, как название данного парфюма, и все. А вот нравится или нет, я не буду говорить, о, как здорово звучит, траля-ля. Нет, такого не будет. Потому что это, ну, я считаю, это какая-то индивидуальность в человеке должна быть. То есть я не могу его ставить в неудобное положение в том плане, что я его должен нахваливать из-за этого парфюма. На следующий день он его попросту не будет носить. И я наслаждаться не буду. Вот такая вещь. А тогда ты подходишь, вдыхаешь, ну, и появляются какие-то эмоции, какие-то воспоминания. А есть люди очень такие коварные, жестокие, которые считают, что они, им проще делать комплименты такими вот, очень сложно понять вот эту вот всю структуру их комплиментарности. И они пытаются как-то вот тебе под кожу залезть, и там уже яйца отложить, и чтобы это все вырыгалось у тебя, да, да, и все. И ты перестал пользоваться. Я знаю людей, которые перестают пользоваться парфюмом хорошим лишь только потому, что их закомплиментировали. Вот так бы я бы выразился. И вот такие вещи, знаете, я обычно делаю так, я одеваю, наношу утки урди-арабия от Монтали, и все, вся их эйфория, она проходит. Все, они сразу ходят, такие ходят, смотрят, не поймут, от кого это все. Могу поиздеваться так над людьми, потому что мне они надоели. Вот. Они сами иногда не используют парфюмерию вообще никак, они просто воняют потом. Просто реально. То есть, как можно охарактеризовать, хотя с другой стороны, человек, он, грубо говоря, сам себе художник, он может не пользоваться парфюмерией, потому что то-то, то-то, то-то. А вонять потом лишь только потому, что это его, собственно, запах, и он приемлем для него. Но при этом они могут делать комплименты. Ну, здесь вот сложность. У меня здесь инь-янь, вот они не совпадают. То есть, или инь, или янь. Или белая, или черная, или никак вообще. Пустота. Потому что я не могу выразить ту амбициозность, с которым они идут к тому индивидууму и говорят, что как он приятно пахнет. Или как он неприятно пахнет. Ну, здесь уже совсем другой. То есть, человек немножечко ступор уходит и не понимает, что он говорит. Он знает, что пахнет это, это, Ему все равно. У него есть там щи, борщи, салями и так далее. Вот такие ситуации я игнорирую. Я не буду говорить человеку, как от него отвратительно пахнет. Есть просто копии, фейки. И вот они отвратительные. Я просто лучше отойду и уйду. Но, с другой стороны, если начнется какой-то разговор, перемешивание всяких слов, то я ему в этих словах накину те реплики, которые подготовил по его парфюму. А с одним пацаном легче решилось, потому что он использовал новую зарю. Какая-то химозная вещь непонятная. Я говорю, может, что-то испортилось, что ли? Ну, сильно химозно, полный отстой. Я говорю, ты чем пользуешься? Что это такое? Да вот новая заря, траля-ля. Как-то он назвал, я даже забыл. Я ему просто подарил там семь флаконов, у меня было каких-то разных. Ну, то, что мне не особо уже, то есть, не вкатывало. Ну, с одной стороны, жаль пацана, потому что, во-первых, у него супруг работает в этой новой заре, и я ему тут с барского плеча на тебе, вот, отдам. Все, все, что у меня, ну, как бы, залежалось, я не хочу больше использовать. Ну, с одной стороны, жаль таких людей, я не хочу, как бы, сказать, что я выжалевываю всех этих пацанов, которые не знают, как вот это вот все сделать, как это все, подойти к парфюмерии, да, сегодня видел, например, в магазине, когда муж и жена выбирали у бренда Джо Малон ароматы, которые, вот, ему нанесли, да, он нанес себе, там, и начал растирать. Жуть, я не стал ничего говорить, надоело уже, просто, как бы, ну, жена тоже должна быть уже как-то озвучена в этих парфюмах не первый день, ну, про мужа понятно ему, как бы, это все, что вам нравится, то-то, 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 и вот он нанес и растер, что там Джо Малона растирать, там, там, там прикасаться сложно к коже, чтобы не смазать все это, вот эта вот легкость их, в итоге, как бы, они ничего не выбрали, ничего, и убежали, ну, вот, если я сильно прыгаю по темам, давайте, лучше закончим с тем, что, вот, конкретно, подведем итог, что выбор парфюма, как предмет, понравится, как предлог понравится, или предмет понравится, все-таки, наверное, для кого как, как предмет понравится, как предлог понравится, как предмет не в том плане, что ты неодушевлен, а как предмет того, что ты нанес, подытожим выбор парфюма индивидуален и эгоистичен сейчас для мужчин для женщин выбор парфюма это твоя чашка чарка рюмка водки это твоя а это твоя твои пельмени все что ты любишь учитывая то что ты любишь и кому-то это не нравится делай проще используя другие места нанесения это раз и второе это нанесение само количественное нанесение все и все пройдет нормально ну я исключаю сейчас фейки копии как бы даже вот за 330 рублей колдун извините можно вот тут 676 распылений на кожу сделать в разные места ребят здорово звучит здорово вот и вот как предлог понравится это должно быть самому себе то есть он тебе должен вот этот аромат понравится никому либо чтобы как бы решить какую-либо проблему хотя с другой стороны есть комплименты которые делают тебя немножечко выше по отношению комплиментарию комплиментарию тот кто комплиментирует и в этой ситуации делай проще даже не делай проще то есть делать то что ты хочешь но понять эту суть что ты наносишь аромат как комплимент для кого-то как предлог понравится нужно это отбрасывать то есть подытожили комплименты вот как предлог понравится отбрасываем как предлог понравится это только для тебя то есть он для тебя должен понравиться а не как для кого-то вот принципе об этом все до встречи